Убавление петель в тунисском вязании Вот у меня есть такой образец На котором я покажу как убавлять петли Ну например при увязывании пройм, горловин Здесь проблема возникает с правым краем То есть нам нужно не набирать петли А вот допустим убавить 5 петель Что мы делаем здесь? Мы заходим в тунисский столбик И провязываем соединительную петлю Провязывать ее нужно довольно свободно, чтобы это не стягивало И так перемещаемся к нужной нам точке То есть вот 3, допустим вот 4 петли я убавила Давайте 5 делаем Вот убавила 5 петель И теперь набираю столбики так же как в общем-то обычно До другого края вязания И если вот при прибавлении у нас проблема, так сказать, сложности получались по левому краю То здесь по левому краю все у нас будет очень просто Здесь мы отсчитаем сколько петель мы хотим убавить Вот с того края было 5, значит 5 И здесь сделаем Вот оставляем 5 петель, мы просто не набираем на них петли Вяжем закрепляющий ряд, как обычно Вот у нас уже сократилось количество петель Ну давайте еще, допустим, пару петель убавим То есть так же мы заходим Делаем соединительную петлю Вот 2 петли мы убавили здесь Дальше набираем Как обычно На любой вязке я показываю на простых тунисских столбиках Ну, в общем-то это может быть любая вязка Когда мы дошли до левого края Мы также оставляем 2 петелечки И закрываем Закрываем этот ряд Это убавление нескольких петель А если нужно убавить всего одну Вот видите, у нас уже, в общем-то, получилось тут Значительное сужение Если нужно убавить всего одну Набираем Как обычно Набор не отличается Для того, чтобы убавить То есть первую мы провязываем 2 вместе сразу У нас будет уже на одну петлю меньше И последнюю мы провязываем Вместо 2 петель провязываем 3 Вот у нас количество петель сократилось Что же делать, если нам, допустим, нужно убавить петли в середине Давайте еще разок убавим по краям И вот, допустим, мы хотим убавить в середине петли Здесь тоже мы просто вместо 2 провязываем 3 И последние тоже мы провяжем 3 вместе Вот у нас, в общем-то, формируются Они, там, пройма, горловина Любая деталь изделия Естественно, если мы убавляем в середине Рисунок у нас сбивается Здесь вот, поскольку мы провязали 3 вместе То есть мы из первой не набираем Набираем сразу из второй И здесь, где мы провязали 2 вместе Мы набираем из одной Давайте сделаем еще одну убавку В середине 3 Еще разок убавим в середине То есть свяжем 3 петли вместе Дальше по 2 Видите, количество петель у нас получается такая, как бы, вытачка Есть ли другие варианты? Есть еще один вариант убавления петель в середине пола Здесь, вот где мы убавили, мы берем из второй петли И хотим еще раз сделать убавку Что делаем дальше? Набираем петлю и протаскиваем ее То есть это получается у нас убавление при наборе петель В этом случае уже не нужно считать, когда мы вяжем обратный ряд И смотреть, где это место будет располагаться Вот у нас тут идут убавки по центру Что мы получили в результате То есть таким образом можно оформить горловину, пройму изделия Любую, так сказать, лекальную линию Или вот сделать выточку Ну вот внутренние выточки мне не очень нравятся на вязаных изделиях Но иногда они необходимы Я думаю, что это место будет располагаться на вязаных изделиях И вот здесь все будет располагаться на вязаных изделиях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...